Всем привет, с вами Клевер, и сегодня мы продолжаем проходить бой Френда Гроба. Сегодня мы будем проходить концовку со Страйдером. Я не знаю, что будет, мне дали просто набор действий. Можно сказать, набор ответов, которые мне нужно будет выбрать в диалоге с ним. Что будет, не знаю, но этот выбор ответов на вопросы меня пугает. Так, снова мужской пол, Клевер. Точно, меня зовут Клевер. Сложно было привыкнуть к университетской жизни, поскольку мне пришлось оставить родной город, чтобы поступить сюда. Я чувствовала себя очень одиноким. А, блин, мы читали. Да, да, да. И здесь вроде как ревущий мул. Да, 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 туда. Этот бар вроде ничего. Накинув первые попавшиеся чистые вещи, я направился туда. Это был небольшой, но славный пап. У него было свое очарование, но я все никак не мог расслабиться. Честно, вот этот художник, который рисовал фон, просто мое почтение. Все действительно хорошо проработано, мне прям нравится. Я тихо уикнул, когда кто-то задел меня плечом. Извините, быстренько я ориентировалась в дальний угол. Я занял место изо всех сил, стараясь лица со стеной. Я все же буду читать, потому что такая тишина, не очень. Со временем, из-за всей этой суеты и смеха других посетителей, я стала чувствовать себя словно не в своей тарелке. Ну, привет. Вот он, падла. Кто-то заговорил со мной? Да. И, к сожалению, это вот это вот. Он ярко и дружелюбно улыбался. Да, да. А в его голосе звучал довольно сильный акцент. Я, кстати, поняла, что это немец наполовину, прям как я. Понятно. Он послал передо мной кружку пива. Ты выглядел грустным, угощаю. Я глянул на пиво, а потом посмотрел обратно парня. Типа у немцев очень-очень сильный акцент, можно сказать. Твердый. О, огромное спасибо. Как я мог раньше... Как я мог не догадаться вообще? Еще раньше. Я постарался ответить как можно более жизнерадостно. Он скользнул на место напротив меня. Что ж, как тебя зовут? И здесь нам надо представить, как... О-М-А... Меня зовут в левер. Не стесняйся, ты так. Хм-хм. Я стрейт. Он был таким веселым, что и мне передалось его настроение. Ненадолго. И что же тебя гложет? Оу. Я учусь в университете. Невероятно загруженный график. А я еще и волонтер, понимаешь? У большинства моих друзей совсем нет времени, чтобы куда-то выбраться. Звучит ужасно. Давно не виделся с друзьями? Хм. Так, здесь нам надо ответить. Мы увидимся периодически, пока не наступает сессия, конечно. Возможно. Сложно договориться о времени. М-м-м. Какая жалость. Да. Неудивительно, что ты грустишь. Да, но теперь мне получше. Эй, клевер, для этого бары существуют, верно ведь? Я так и не понял, для чего они существуют. Еще с прошлой серии. Я взглянул на кружку пива в своей руке, остался от силы глоток. Ты быстро пьешь. У нашего главного героя какие-то проблемы с алкоголем. Я это только что заметил. То есть в клубе мы пили, здесь мы пили. Мы не пили, только в джаз. В джаз баре. Я даже не заметил. Так. Ну, нам надо выйти домой. Значит вот сюда. Пойду-ка я домой, а то уже поздно. Неужели уже столько времени? Что ж, спокойной тебе ночи. Спасибо. Уже довольно поздно. Я глянул на время в телефоне. На время в телефоне. Ни одного нового сообщения. О, жалко-то как. Оля, мой самый нелюбимый момент. Я не люблю, когда меня другают. Я развернулся и в то же мгновение сильный толчок выбил телефон у меня из рук. Ты чего творишь? Я говорю, таким людям доверять нельзя. Те, кто так радостно улыбаются и так далее. Ребят. Это все до первой попойки, я могу сказать вам точно. Его сильные руки сжались на моих плечах. И он ударил меня спиной к кирпичную стену. Больно. Одной рукой он сжал мне рот. Тяжелым ботинком он раздавил мой телефон. И я осознаю, что вместе с этим оборвалась последняя ниточка к спасению. Пойдешь сам или мне придется напрячься. Я бы укусил его, ударил в пах и свалил бы далеко, но здесь нам надо кивнуть. Хорошо. Стрет толкнул меня к дорогой на вид машине и запихнул в багажник. Нормально. Я очнулся, голова раскалывалась. Что произошло? Было темно. Ощутив веревки, сягивающие запястья, я тяжело задышал. Я не могу шевелиться. Меня захватила паника. Так, здесь нам надо звать на помощь. Ау, кто-нибудь на помощь. Я прислушивался в ожидании ответа. Вдруг я услышал, как кто-то громко спускается по лестнице позади меня. Кто же это может быть? Какая-то падла. Ты уже очнулся, да? Я скривил губы и посмотрел на улыбающуюся мужчину передо мной. Да, мне бы тоже не понравилось. Нужна ли мне его помощь? Как себя чувствуешь, Клевер? Нам здесь надо ответить, запястья болят у нас. Я слишком крепко тебя связал. Он наклонился ближе и смехнулся. Ничего не могу поделать. Как раз таки можешь. Ослабь. Не больную. Тебе идут ожоги от веревки. А тебе, тебе. Тебе слишком много зубов дали, если честно, вдала природа. Я думаю, тебе подошло бы где-то 24. Максимум. Я тревожно заерзан на полу. Ладно, я не буду огрызаться. Он просто мне не нравится. Мне все тут не нравится. Так, здесь нам надо ответить, произошло какое-то недоразумение. Недоразумение? Ха-ха! Не, я знаю, что делаю. Нет, не знаешь. Ой, я забыл. Пока мы не начали, хочешь чего-нибудь перекусить? Может, попить? Начали? Что начали? Ой, скоро ты узнаешь, моя пташка. Скоро ты узнаешь. Не успела я погрузиться в разумие, как почувствовала, что у меня скрутило живот. Я ничего не ел с самого обеда, когда пошел в бар. Кто знает, сколько времени прошло с тех пор. Так, здесь нам надо помотать головой. Ничего? Ну, хорошо. Мне тоже не терпится начать. Стрейд вытащил большой охотничий нож. Нахлынула, но выпал на страх и испуганно заерзал. Ты что делаешь? Твоя одежда мешает. Нет, она здесь в самый раз. Он просунул нож в руку в моей футболке и стал разрывать его. Самое ужасное, что нам надо ответить здесь вот этот ответ. Да, я тоже в шоке. Рауш, правда? Я злотнул и кивнул. Абсолютно все. Он прислонился спиной к столешнице и задумчиво постучал ножом под нижней губе. Затем хумнулся. Хорошо. Он обошел меня и наклонился, чтобы развязать запястье. Я вопросительно посмотрела на него, когда он вернулся к столешнице. Я хочу его убить. Снимай все остальное. Он поднял нож и лениво помахал им в качестве угрозы. И не вставай с пола. Какая ты падал. Посмотрев на свою одежду, я снова взглянул на него и кивнул. Я стянул подранную футболку. Он наблюдал и, казалось, терял терпение. Я быстро распустил штаны и проснул его под собой. Я ощутил, как горят мои щеки. А хочешь, чтобы не снимать белье? Можешь оставить. Ну, спасибо. Пока что. Можно навсегда. Он шагнул вперед и присел поближе. Отодвинься. У меня перехватило дыхание, когда он сбухнул лажом перед моим лицом. Затем я тупо наблюдал за тем, как он крутанул его в руке и протянул рукоять мне. Возьми. Отдает мне нож. Я медленно принял его, не сводясь от стрейта глаз. Он выпрямился и посмотрел на меня сверху вниз. Порежь себя. Я понял. Здесь есть ответ. Резать ногу. Я понял. Я понял. Я все понял. Мои глаза расширились от шока. Я медленно посмотрела на нож, а потом на свои голые ноги. Хочется! 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 А нельзя. Порезать ногу. Я крепко сжал нож. Ну, хотя бы что-то в зубы возьми, я не знаю. Там, хотя бы ткань какую-нибудь. И прижал к ноге. Я надавил и провел лезвием по коже. А-а-а! Нож был острым и вошел глубже, чем я шидал. Уф. Очень не люблю раны от ножа, на самом деле. Неприятно только. Я посмотрел на кровь, струящуюся по моему бедру. Меня затрясло. М-м-м-м. Какая тут вольная падла. Я-я-я хочу побить его. И отправить в Сибирь. В Сочи не отправлю. Я сам туда хочу. Этого хватит? Еще. А-а-а! Я прикусил губу. Так, надо... Истечь таймеру. Я держал нож, дрожа всем телом. Больно. Я не могу. Все. Да. Больше не вытерпишь. И сбухонно ухнул, когда он резко наклонился и выходил у меня нож. Постой! Но он уже завел мне руки назад, чтобы вновь связать их за опорой. Не волнуйся, дальше я сам. Уф-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху-ху. Я хочу просто взять себе этого главного героя и у себя поселить. Серьезно, я бы за ним ухаживала, как за Зениса Ока. Главный герой, пошли ко мне. Он улыбнулся и вотнул нож мне в ногу. Здесь одни маньяки, уходи от них. Я подался вперед, закричав от боли. Он вытащил нож и из раны хламывал кровь. А-а-а! Утер нож и штаны. О нет, а только посмотри сколько крови. Чья же это падла вина? А-а-а! Он не выглядел очень-то расстроенным. А то он вообще не расстроенный. От боли я чувствовал себя как в тумане. Я попытался сфокусироваться на нем изможденный взгляд. Ммм, так ты долго не протянешь. Он наклонился и улыбнулся. Хочешь, я тебе их зашью? Да-да-да! И здесь нам снова неохотно кивнуть, потому что мы сдохнем от потери крови. Ну, я так думаю. Я не хотел, чтобы он снова касался меня, но он прав. Я потерял слишком много крови. Если я хочу остаться в живых, мне придется принять его помощь. К сожалению. Я на мгновение поднял взгляд и уверенно кивнул. Отлично! Какая-то за вольная падла! Я ненавижу его! Он подошел с шкафчиком в другом конце комнаты и достал оттуда небольшую аптечку. Он сел передо мной и открыл ящик первой необходимости. Ммм, хм, 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 хм. Он что там напи... А, он напивал! Хе-хе-хе. Про себя вытаскивая маленькую изомнутую иголку и нить. Его радостная улыбка, что помогла мне расслабиться, в баре стала вызывать тошноту. Ну, меня бы уже вырвало час. Он разок уколол свой палец иглой, а затем прижал острый от моей кожи. Вероятно, сейчас будет больно. Да ладно! Серьезно! Едва он закончив фразу, как вонзил иглу мне в ногу. Ох! Как больно это все! Зажмурив глаза, я часто задышалась, затряся всем телом. Знаете, когда занозу вытаскивают иголкой, это так больно. Я поэтому пинцетом это все вытаскиваю. Я пыталась отстиснуть зубы сквозь боль. Он действовал быстро и уверенно. Будто делал это далеко не первый раз. Я говорю, это маничелла. Страйдер маничелла. А, страйд. Почти. Он затянул швы на последние ранние. Я ахнула от неприятного ощущения. Ах! Готово! Я вздохнул с облегчением. А! Он поднял потолечку и маленькую тряпочку. Спирт. Чуть не забыл. Спирт! Подожди секунду. Он небрежно приснул жидкость на свежий парень. Вообще-то так нельзя, надо ваточкой. Аккуратно. Я прошипела в боли сквозь зубы. Они горят. Вот и все. Стало получше. Да. Я с удовольствием пыталась восстановить дыхание. Я не был уверен, что вновь не разрыдаюсь. Если попытаюсь, ему хоть что-то ответить. Похоже, его все равно не волновал мой ответ. Он ровно дышал и поправлял рубашку. Будем считать, что да. Как я его не люблю. Он снова наклонился, чтобы коснуться моего лица. Я решила, что буду хорошим. Это фальшивая фраза. Я тебе больше не верю, ты понял? Я тебе больше не верю. И чверди дай хэр аскурсин. Наверное, не так, но да ладно. Я пытался. Я тупо пялился на него в попытке понять смысл его слов. Блин. Он легонько похлопал меня по щеке. Отдохни немножко, ладно, клевер? Не называй меня этим именем. Меня тошнит, когда ты меня так зовешь. Выпрямился. И он выпрямился, бодро потянулся и направился к лестнице. Вот и проваливай. Он оставит меня здесь? Он поднялся по лестнице и в отчаянии я крикнула ему вслед. Стой, не оставляй меня здесь! Я вздрогнул, услышав, как хлопнула дверь. Он сделал это. Он просто оставил меня тут. Я посмотрел на свои ноги, покрытые красными зашитыми ратами. Они все еще безумно болели. Блин, у меня когда в Дисне был шрам, ой какой шрам, шов, я представляю это чувство. А ведь это еще снаружи, на коже. Я извиняюсь за звуки сзади некоторые. Да ладно. Они все еще безумно болели. Мне нужно держать себя в руках. Он должен постараться хоть немного отдохнуть. Ой, ну я да. Я проснулся холодно подул. Боль и ледяной пол подвала встретили меня по пробуждению. Должно быть, я потерял сознание. Я прищурился, вглядываясь в темноту. Все еще в этой чертовой дыре. Да. Я попробовал потянуть за веревки. Узел немного ослаб. Я потянул сильнее. Свобода. Уф. Я осторожно потерп ноющие запястья. Сердце бешено колотилось. Ну естественно. Напуган, как наш парень. Ладно, нужно хорошенько подумать. Теперь, когда я могу с лаваном двигаться, что делать? Честно, я бы нашел оружие. Но. Но. Нам надо здесь отдохнуть. Просто отдохнуть. Будем глупыми людьми. Я пошевелил болящими ногами. У меня совсем не было сил. Я решил лечь как-нибудь поудобнее. Снова перекинув веревки через запястье, я опустил голову. Мне просто нужно еще немного отдохнуть. Ну пока он тебя не зарежет окончательно. Я снова погрузился в беспокойный суд. Я думала мы сдохнем, если честно, с такими ответами. Я резко скончил, когда что-то ударило меня по ноге. А. Что? А. Придя в себя, я тут же вспомнил, где нахожусь. Да. Ты все еще спишь, Клевер? Да. Представляешь? Смотрю, ты под речком. Неправда. Сверший ботер и готов к сегодняшнему. Нет. Я застанала и потянула за веревки. Ну, прикусить хочешь? Он наклонился и помахал чем-то перед моим лицом. Это был какой-то энергетический батончик. Так, здесь нам надо отказаться от еды. Я прикусил губу и уставился на батончик. Я хотел есть, но не хотел принимать хоть что-то от него. Нет? Нет. Я опустил взгляд. Я так просто не вздамся. Как хочешь. Ты сам себя порезал? Ты сам себя чуть не зарезал. Я так просто не вздамся. Все, уже нечего терять. Ты сдохнешь. Мы хороший главный герой. Он развернул батончик и откусил небольшой кусок. Знаешь, он помахал батончик. Я чувствую, что мы действительно стали ближе. Нет. Он откусил еще. Понимаю, что прошло совсем немного времени, но... Каково время? Опыт такого рода все ускоряет. Нет. Все только хуже становится. Здесь доверия не будет никакого. Он продолжил жевать и наклонился ближе ко мне. Все дело в адреналине. Ты возбужден? Нет. Он наклонился еще ближе. Мне не нравится. Я почувствую у вас запах. Он пах потом и чем-то вроде машинного масла. Между нами сейчас происходит что-то очень личное. Ха-ха! Ты выглядишь немного испуганным. Отчего же? В ответ на это я изо всех сил постарался посмотреть на него как можно более угрожающе. А-а-а! А-а-а! Я понимаю, что ты чувствуешь. Он оглядел меня с ног до головы, ковыряясь. Фу, это мерзко. Я не люблю, как так делаю перед кем-то. Ты связан. И лежишь на полу. В подвале у какого-то парня. Хотя мужика, ему 34 года, судя по игре. Я дело в том, что читал википедию. И кто знает, что я с тобой делаю? Беспомощность. Ты меня убьешь! Я прав. Я просто продолжал пялиться на него. Я не мог найти слов, чтобы ему ответить. Ты получишь небольшой контроль над ситуацией. Что произойдет дальше, полностью зависит от тебя. Он повернулся и взял несколько предметов с ближайшего стола. Выбирай, Клевер. Что тебе больше по душе? Фу, фу. И здесь мы что выбираем? Выбираем дрель. Я поднял трожащую руку и указал на дрель. О, дрель. Серьезно? Хороший выбор. Если честно, я надеюсь, что ты ее выберешь. Я не выбирал молоток еще ни разу. Но, скорее всего, он тоже самое скажет про молоток. Я просто чую. Я знаю. Я вижу будущее. Он подошел к столешнице, чтобы подключить дрель к розетке. Я сглотнул и сжал колени вместе. Он вернулся с дрелью. Он наклонился ко мне и нажал на кнопку сверла. Завращалось в воздухе. Я поежился. Дыхание участилось. Не надо, дядя. Он издевательски опустил сверло к моей ступне. Не-не-не-не-не-не-не-не. Я попытался убрать ногу, но он схватил ее с вон рукой. Затем он надавил на дрель сверло. Я не буду это дочитывать, потому что мне страшно. Здесь нам надо кричать. Я залопил на всю комнату. Когда он вытащил сверло, я начал слипывать. Ну, естественно. А-а-а. Он рисковал. Сунул дрель обратно в то же отверстие в ступне. Я издал хриплый крик, когда кровь с вращающей гусяла сверла разлетелась по всей стороне. Чуть запинаюсь. Хватит. Он небрежно водил дрель туда-сюда, пока я продолжаю дергаться и вопить. От боли у меня потемнело в глазах. Уши закладывало от громкого верщания дрели моих криков и... Моих риков и, помимо всего этого, довольно вахохота стрейда. Он хохотал. Это по... Он ненормальный. Я думаю, что вот-вот упаду в обморок. Наконец. Он убрал дрель. Он тяжело задышал. Его реально это возбуждание. Господи. Кто-то говорил, что в следующей части будет некрофил? Честно, я не удивлен. Гребаным... Моу. Так. Это не мат. Я просто сказала утку на английском языке. Я хвастаюсь своими знаниями. Он отложил дрель и провел большим пальцем по моей щеке. Ты отлично справляешься. Он сумасшедший. Из ума, блядь, выжил. Ой, блядь. Я извиняюсь. Это капец. Я не хотела это читать, но у меня уже на инстинкте. Я сам его хочу так назвать. Но на записи нельзя материться. Нельзя. Неприлично. Я посмотрел на свою изуродованную стопу и подавил еще один надвигающийся скрип. Он проследил за моим взглядом и провел рукой по ране. Я вздрогнул, когда его руки окрасились моей кровью. Просто убей меня уже. Я знаю, что мы сдохнем в этой концовке. Хотя, по сути, это концовка, где мы выживаем. Но пока я ничего такого не вижу, даже приближенного. Он передвинулся ближе и грубо, погладивая меня по внутренней стороне бедра. Размазываю мою собственную кровь по коже. Надо молчать. Я прикусил губы и постарался никак не реагировать. Он казался очарованным. Хрр. Хрр. Как мне это озвучить? Ну ладно. Он наклонился, чтобы развязать меня. Ааа. Как только я освободился от веревок, я пытался потереть запястье. Но он схватил меня за плечо и швырнул на пол. Ну спасибо! А зачем развязывал? Он меня бесит. Я перевернулся на бок и подставил к локти, чтобы не упасть. Пла... Не успел прочитать. Обернувшись, я посмотрела на него. Он уставился на меня. Мне захотелось упасть куда подальше. Но он перешагнул через меня. Тяжелый ботинок упустился у меня на плечи. Мое лицо прижалось к холодному полу подвала. Я ничего не видел. Он уперся пяткой в мою спину. Я захрипел под ним. Ха-ха. Как же мне хочется столько тебе уникальных имен дать? Ну нельзя. Я ощутил, как он убрал ногу. Останшись неподвижно лежать, я услышал какой-то шорох позади. Я готовился к удару, но вместо этого почувствовал, как он схватил меня за... Я охнул, когда он понял. Ясно. Я стала развиваться в его хватке. Стопа по-прежнему унылая кровоточила. Понятно. Десо залилось краской. Я запрогул. А я чувствую, как он... Да он, тачми. Затем я ощутил, что тут... Блин. А-а-а. Я не хочу это читать. Я это все пропускаю и даже не хочу читать. Боже, какой кошмар. Почему? За что? Я закрыл глаза. Я понял. Я поднялся. Ай. Он поднялся, а я просто продолжал лежать. Я даже запинался. Я даже не понял, что я читаю. Он связал меня, руки, посадил обратно к оборе, привязывая и к ней. У меня не было сил бороться с ним. Я безвольно провалился, перевалился к оборе. Кончился забава, дружище. Он погладил меня по щеке. Я почти не обратил внимания, когда он удалился. Мне было все равно. Мои вики затрепетали. Но я не поднимал их. Боль была невыносимой. Я не хотел лишний раз двигаться. На лестнице послушались шаги. У меня кровь заслыла в жилах. Я прислушался внимательнее. Шаги были медленнее. И очень легкими. Так, здесь нам надо сидеть тихо. Молчать. Я решила оставаться на месте и не сдавать ни звука. Погоди, какие-то легкие шаги. Это кто? Шаги стали ближе. Я слышала тихое постукивание когтей по бетону полу. Хочешь, что ли? Когтей? Внезапно я услышался, принял собственного уха. Будто к моим волосам кто-то принюхивался. Это что, собака? А, кстати, возможно. Я распахнул глаза. Ты живой? Господи, возьми. Так, погодите. Где мое обручальное кольцо? Куда я его положил? Я готовася к этому моменту. Приоценку. О, плохо. Я несколько раз моргнул. Так. А ты кто? К тетя? К тетя? Я... Я Рен. Вот тебе спасибо, и все. Я влюбился. Приятно познакомиться. Пошли жить ко мне. Наверное. Этот крошечный перенек удел так, словно был готов умчаться обратно наверх в любую секунду. Нам надо представиться. Я старался говорить спокойно и ласково. Меня зовут Клевер. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Такая мимика. Мне нравится. И мне приятно познакомиться. Кажется, он немного расслабился. Рен, я серьезно ранен. Знаю. Казалось, он не хотел смотреть на меня. Прошу, помоги мне. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Мне нравится. Я умоляюще подняла на него глаза. Я не могу тебя выпустить. Я понимаю. Я не буду его обзывать. Нельзя. Главный герой не смей. Это мое. Видя сколько шрамов покрывает тельце этого существа. Могу догадаться, почему он не посмеет осушиться в стрейде. Тебе нельзя, да? Верно. Он безостановится, ерзал на месте. Я могу принести тебе стакан воды. Полагаю, это лучше, чем ничего. Жажда будто усугубляла боли во всем теле. Я был бы очень признателен, если тебя, конечно, не затруднит. Хорошо. Нет-нет-нет-нет. Я все. Я встал в любовь. Я встал в любовь. Он забежал мне за спину. А потом я услышал, как он какое-то время копошился у крана с проточной водой. Вот, держи. Ты же связана. Прости. Он упустился на колени рядом со мной и поднес чашку с воды к кубам. Я быстро осушил ее. Думаю, у меня в самом деле было обезвоживание. Я хочу на волосы этим мальчиком, он милый. Благодарю, Рен. Ой, да ничего. Ты посмотри на эти глазки. Ты посмотри на эти ушки. Он посмотрел на мою ступню, покрытую засохшей кровью. Мне нужно... Думаю, я бы мог... Я мог бы тебе помочь немного. Я с надеждой поднял голову, когда он пошел за маленькой аптечкой. О, не-не-не-не-не-не-не. Он даже сходил обратно к раковине. Вернушся, он сел рядом со мной. Меня каждое его действие прямо умиляет. Погоди, что у него за ошейник? Я что-то только заметил. Меня его глаза очаровали. Он принесся обтирать мою ступню влажной тряпкой. Она была теплой. Я старался сдержать крик, когда он промачивал рваную дыру в моей ноге. Прости, я постараюсь понежнее. О, как ты классно. Не-не-не-не-не. Он такой милый. Я пытался под... Подряющий улыбнуться ему. Он спрыснул рану антибиотикам. Я не могу наложить тебе повязку. Он заметит. Я опустил голову, потом медленно кивнул. Хорошо, Рэн. Ты и так мне очень помог. Не за что. Он радостно завилял хвостом. Я лучше пойду. не меня вообще не должно быть здесь я кивнул он бесшумно удалился я посмотрю вернись мы еще в загс не сходили пожалуйста снова остался совсем один по крайней мере ступня теперь не так болела я вновь погрузился в сон я проснулся моргнул стрейт стоял напротив прислонившись к столешнице и пристально наблюдал за каждым моим движением я тревожно поёжился вспомнив все что произошло ранее утречка клевер здравствуй ты все еще и хорошо держишься он обрезнулся при себе передо мной на кусочки можно мне обратно его пожалуйста рэна сэнку сэнка моего вот ты свали в сибирь мисс энка мне не дай мне по-хорошему не следует прикончить тебя но я не хочу этого делать о серьезно у нас отпустит садишься в глазах и посмотрел на него ты отпустишь мне большим пальцем он потер мою щеку нет скорее нет конечно дай мне рэна и до свалить все я завершать если взглянул на него когда он взял в руки что-то сделано из металла что это он открыл металлическое кольцо и защелкнул его на моей шее яхну попытался отпустить голову чтобы разглядеть что это было но не смог это ошейник не волнуйся он отлично на тебе смотрится ну спасибо верни и рэна рэна верни собака свали отсюда верни мне район он был тяжелым когда я поднял взгляд на стройда он наклонился к моему уху затем загорел тихо и серьезно он электрический лучше не пытаться выйти наружу на пипец он отстранился улыбнулся мне я самого сделал какой-то молодец вали он задумчиво вздохнул мы с тобой еще отлично повеселимся ты выжил он оставит тебя навечно падла а можно как-нибудь я не знаю там его убить его вырубить взять рэна свалить в загс и потом ко мне домой пожалуйста это был бы прекрасный план ладно принципе то что там был рэн мне понравилось мне понравился этот персонаж он миленький он такой хорошенький себя я загс и я хочу жениться на него выходи за меня ладно но то что мы остались у него навечно знаете это смерть здесь это уже милосердие лучше бы у нас убил ну или отпустил ладно с вами был клевер всем хорошего денечка всем удачи а я в загс с рэном